МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Сегодня будет дачный блог. Вы увидите про нашу дачную жизнь. Вы увидите, как мне меняли крышу. Мы с вами побываем у двух моих подруг, и вы увидите их сады. Ко мне придет еще одна моя подруга Танечка, и она покажет свою картину, которую она вышивает крестиком. Ну, а затем вы увидите необычайную нашу беседу с лягушками. Мою беседу с лягушками, они всегда вмешиваются в наш разговор, когда мы разговариваем с подругами. Ну, а здесь услышали, что я записываю видео, и тоже решили со мной пообщаться. Сейчас уже у меня выкладывают утеплитель. в решетку, утеплитель. С этой стороны еще пока крыши нет. Вот уже крышу с этой стороны сделали. Посмотрите, какая красивая крыша. Зелененькая. Зелененькая. Вот, снимаю свою клубочку. Какие у меня здесь цветочки. Ах, какая красота. Какая красота. И новая крыша уже есть. Ах, какая красота. Приветик, Светочка. Да. Привет. Ты что-то нас прям ноженцами встречаешь. Это в уходовом процессе. Ну, понятно. Ты типа как колхозница, да? Проходи туда, и вон целое это собирай. Есть покрупнее, есть помельче. После того, как Миша скосил, молодой полно он. Хочешь, по которой вышли. Нет, ты мне сейчас даешь как? Выкопать или просто собрать? Просто собери, потому что я это буду скашивать. А, понятно. Я буду делать щипцами, прищипывание. Я готовлю место для куста. А, какой куст ты сажаешь? Я еще не решила. Ну, вот посреди поляночка, а дальше все малина. Только-только начал. Вообще поздно. А, я даже не вижу, придет он или нет. Сейчас посмотрим. Посмотри. Нет, он прямо тут. Свет, ну ты малину-то собирала? У тебя же малины прям... Я тебя, ты малина заколебала. Я ее там все вырубила. Это мансарда. Не второй этаж будет, а мансарда. Наверное. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Ну, как у Маши, Саша. У них второй этаж мансарда. У них 2 метра, что ли, 2,20. У Света тоже скошены в одну сторону. Они невысокие. Ну да. И у них это вот это. Ну, все, я собираю. Собираешь сколько хочешь. Хочешь вот эту цветущую. Хочешь вот эту молодую. Прямо, Ира, слушай, ну у тебя замечательный чесночок. Такой крупный. Просто обалденный. Вместо этой самой, как ее называться. А вчера, вот видишь, косила. Обалденный. А я слышала, вы им там все время косили. Ой, ну огурцов-то много собрали уже. Посмотри, они уже все желтые. Ничего не дают. Четыре, они у тебя уже желтые. Да, ну не знаю, ничего нет. Да, хорошенькие. А кабачки-то есть у тебя? Ну, кабачки сейчас вот он закручивает. Вот, когда огурцов нету, да кабачки. Смотри, маленькие они были, листья. А кабачки есть. А у меня огромные, и что-то кабачков мало. О, какая у тебя выросла эта. Большая. Прелесть. Ой, какой огородик. Здесь, ой, а сколько у тебя щевеля. Я же тебе давала, ты что-нибудь с ним делала? Как красиво. Синий цвет. Ой. Это у тебя клематис такой красивый. С голубым этим. Ой. И голубой с белым. До чего красиво. Да. Просто красота. Лиля приехала. Почему Лиля туда же? А машина чья? Лиля, да? Ну. И что? Так она же уехала отдыхать. А-а-а-а. Хозяева этого маленького садика, Ирина и Женя, мои друзья, гордятся, ну, пожалуй, тремя вещами. Это плетистые красные розы, которые, к сожалению, уже отсвела, вы ее не увидите в своей красе. Виноградом и двумя маленькими прудиками, которых оформили их дочери очень декоративно. Ну, вот сейчас вы его и их и видите. В этом импровизированном лесном уголке растут несколько видов можжевельника, папоротники, земляничка, живучка, барвинок и молодила. Да, и, конечно, я еще забыла лилейник. И все они цветут в разное время. Окрашиваю уголок то в синий, то в красный, то в фиолетовые цвета. Ну, очень красиво. Сегодня у меня в гостях Татьяна. Ну, кто-то ее помнит, кто-то уже нет. Татьяна мастерица вообще совершенно уникальная в вышивании крестом. Она работает на ферму. Крестом уже вышивает больше 20 лет, да? Уже больше 20 лет. У нее картины необычайны. Но, в принципе, она и на ферму работает. Они подбирают нитки, но чтобы продать их вот эти картины, она уже показывает, как они будут смотреться уже, когда вышитые. Они выпускают наборы для вышивания. Да, у них основная цель – это наборы для вышивания. А Татьянины вроде как вот показать. Это картины вот зимние. Они совершенно в разных планах, в разных стилях. Это вот уже картина, ну, я не могу сказать, что совсем зимняя, но какая-то позднеосенняя, да? И здесь такие вот веселые барандычки, которые… Орешки едят. Орешки едят, да. Вот уже видите, здесь остались орешки. И вот они едят орешки. И вот посмотрите, какая вышивка. Но поскольку Татьяна занимается этим уже много лет, то у нее проблемы с чем? Она очень экономно, хорошо растрачивает нитки. И иногда специалистам, получается, вот они не могут обсчитать все, потому что те, кто покупает эти вещи, они же не могут так замечательно, правильно вот все распределять. У них идет ниток больше, поэтому иногда ей даже говорят, Танюша, можешь и похуже вышивать, но хуже-то она не умеет. Ну, меня раньше не хватало ниток, когда мне давали работы. Я поэтому и привыкла экономить. Ну, да. Но они все равно, когда выпускают наборы, они прибавляют там определенный процент от ниток, которые, в общем-то… Не будут использоваться. А вот покажи нам, пожалуйста, с той стороны. Просто хочу показать вот эти работы. Вот вы посмотрите. Ну, ни одного вы не найдете узелка, ни одного вообще вот лишнего места. Это вообще уникальная вещь. Посмотрите, ну, просто уникальная. Ну, как будто картина вот с этой стороны тоже можно ее повесить. Ну, только она уже в таких пастельных тонах, да, потому что рисунок-то все равно просматривается. Видите, те же самые барндучки с теми же самыми шишками. Ну, вот еще до конца она не сделана, но вообще вот, ну, вот это и говорят – талант. Ну, это работа сложная. Здесь очень часто меняются цвета ниток, оттенки очень похожие и сложно вышивать. Ну, да, вот я вижу, прям вот совершенно переходит, да. Ну, это, наверное, уже и покупать будут, наверное, те, которые уже не… Профессиональные. Профессиональные, которые уже не один раз, а хотят просто какие-то действительно такие уникальные, талантливые работы. Ну, работа большая, но платят, конечно, не так дорого. Это, в общем-то, Таня делает не столько даже из-за денег, ну, из-за денег, само собой, сколько еще из-за того, что, ну, не может без этого, потому что, если бы вы видели, какие у нее картины… Это получается удовольствие увидеть. Да, удовольствие. Это релакс такой, да, вот какой-то получается. Эта фирма называется «Золотое руно». И они сейчас в основном из Третьяковки берут картины и переводят… И вот эти бурдочки тоже из Третьяковки, да? Это я не могу сказать. Сейчас вот они из Третьяковки берут картины и их переводят на вышивку. Эта работа довольно-таки сложная, кропотливая. Девочки за компьютером работают, дизайнеры. Так что это тоже… Таня, вот я хочу сказать. Я помню, вот мне очень понравились желтые цветы. Вот такое впечатление. Там город и двое женщины несет желтые цветы. Помнишь? Нет, это я уже не помню. В городе. Я вот все… Мне все это напоминает… В общем, роман известный с желтыми цветами. Ну, ты уже не помнишь. Но у тебя много всего. Потому что, если посмотреть… Я тебе к себе, к сожалению, приезжала на квартиру тогда, но у меня был такой ужасный фотоаппарат. Он то… Резкость у него терялась. В общем, тяжело было. Одну картину я вышивала по мотивам романа «Мастер и Маргарита». Вот. И я эту картину вышила и буквально сдала свою работу, буквально через месяц сломала себе руку. Ух ты. Поэтому роман этот очень нехороший. У него очень плохая энергетика. Вот я поэтому и роману говорила, желтыми цветами. Там город, и она идет по улице. Нет, нет. Там улица и две фигурки небольшие. И там храм, все такая улица хорошая. Да, ну, может быть, я уже забыла. Да. Небольшие фигурки. Ну, желтые цветы были? «Мастера и Маргарита». Нет, не было. Это городской такой. Да, это я уже придумала. В общем, вот такая вот история. Очень неприятная для меня. А вообще, говорят про эту много вот таких вот связок. Про «Мастера и Маргариту» очень нехороший роман. Это Воланд. Это он очень действует на всем. Да. Ой, ну, спасибо тебе огромное. Вообще, каждый раз прихожу, восхищаюсь. Просто восхищаюсь. А если бы вы видели, вот в рамку вставишь, и еще приобретается совсем другое звучание. Да, она законченная получается, такая красивая, просто сказочная. Вообще, можно выйти на сайт «Золотое руно» фирмы, и там они продают картину через интернет картины. Ну, в смысле, наборы для вышивания. И там можно посмотреть очень многие работы. Да. Еще раз посмотрю поближе вам хочу показать. Потому что кто-то купил там небольшую вышивку крестиком и восхищался. Ой, какой он счастливый купил. А здесь, вы представляете, вся картина. Вся картина. Просто, просто что-то потрясающее. Что-то мне расслабилась я. Вот. Слушайте, вся картина, вся картина. Когда я картину вышла, я обязательно ее отпариваю. И получается очень ровно, красиво. А сейчас, конечно, еще не отпаренная картина. У меня в саду очень много хост. Но даже в дальнем лесном уголке сада улитки их не беспокоят. А все благодаря моим подружкам, которые живут у меня в пруду. Подружкам-лягушкам, с которым мы дружим и очень хорошо общаемся. Подружка отвечает мне моя жабочка. Все хорошо? Тебе там нравится? Тебе нравятся эти цветы? А? О! Ну, спасибо, дорогая. Вот так тебе больше нравится? А? Я не расслышала. Так тебе больше нравится, да? О, спасибо. Видишь, как мы с тобой пообщались хорошо. Хорошо. О, солнышко, погрей немножко. Хоть капельку. А ты хлеба не брала сегодня? Взяла. Сегодня у них Рижский был, Бородинский был. Хороший хлебушек. Так, в пруду у тебя кто-то ныряет. Так. Хороший хлебушек. Я почти все. Хороший хлебушек. ��эра. Что-то ныряет это, да? ... О, ну-а-а-а-а- crямляет. ПО pastyyy-кnehmer-2-ни-а-ра-ляет. На чем-то... Я бы... Я fisher-то... Логу-ventа. Продолжение следует...